Покажите, что входит в индивидуальный набор. Маска. Ручка. И перчатки. Вот такой он джентльменский набор настоящего современного избирателя. Впервые граждане, которые придут на избирательный участок отдать свой голос за поправки в Конституцию Российской Федерации, будут укомплектованы таким своеобразным набором безопасности. На входе в участок обязательное измерение температуры и дезинфекция рук и даже ног, точнее обуви. В случае повышенной температуры гражданину не откажут в его желании сделать воле изъявления, но на участок не пустят. А попросят отправиться домой и ждать члена участковой комиссии там. С 25 по 30 июня граждане смогут досрочно проголосовать по поправкам. Самый главный день для голосования будет 1 июля в среду. День этот, как мы знаем, будет выходным. Открыты все избирательные участки. Мы будем рады вас видеть. Вы можете проголосовать непосредственно как в помещении участковой избирательной комиссии, так и подать заявление для голосования вне помещения участковой избирательной комиссии. Также для вашего удобства в участковой избирательной комиссии проводят так называемое придомовое голосование. Поэтому, если вы видите соответствующее объявление на фасаде вашего дома, то, значит, именно в это время члены участковой избирательной комиссии придут к вам во двор, и вы сможете проголосовать. В связи с коронавирусной инфекцией законодатель предусмотрел, что голосование может идти в течение 7 дней. Сделано, прежде всего, в целях профилактики и разграничения интенсивности потоков избирателей на избирательные участки. Ну и, соответственно, в том числе появилась новая форма, которая у нас теперь используется, это голосование на придомовых территориях, местах общего пользования и иных местах. Это, собственно говоря, такой формат, который позволяет избирательной комиссии прийти к избирателю в комфортное место. Также обращаю внимание, что для голосования вне помещения, так называемое домашнее голосование, не требуется какая-то специальная уважительная причина. Поэтому достаточно просто желания избирателя, чтобы к нему пришла переносная урна для голосования на дому. Организаторы голосования позаботились и о безопасности членов участковых комиссий. Они также обеспечены средствами индивидуальной защиты и специальной экипировкой. Она понадобится тем, кто будет ходить по домам и квартирам избирателей. Напомним, что проголосовать по поправкам в Конституцию можно на избирательных участках ежедневно до 1 июля включительно. С 8 утра до 20 часов вечера.